Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришин, ну все вы знаете, наверняка, кто не знает, я вам рассказываю о том, что недавно Совет Матерей, значит, Председатель Совета Матерей предложила ввести налог на бездетность. Нет детей, заплати 500 рублей, назвал я свое видео, считаю, что это полный абсурд и идиотизм, потому что вместо создания условий для рождения детей, поддержки женщины, поддержки института материнства и детства, поддержки молодых семей и так далее, для того, чтобы люди добровольно хотели дать новую жизнь, значит, опять налог, запретительные меры, это неправильно, я считаю. И вот, пресс-секретарь президента, официальный представитель Кремля, Песков, говорит, у нас мало женщин, которые могут рожать детей, меня это высказывание просто поразило. Как я понимаю, это связано с тем, что опубликован доклад о сокращении численности населения. Все дело в том, что по прогнозам правительства к 2024 году численность населения России может сократиться на 1 миллион 200 тысяч человек. На секундочку, это через 4 года. То есть за 4 года умрет 1 миллион 200 тысяч человек. Песков сказал, что президент неоднократно говорил о том, что это самая острая проблема, две демографические ямы, это война, Великая Отечественная война и распад, соответственно, Советского Союза. И в конце он сказал в своей речи, в заключении, что к тому же, по его словам пишут, у нас мало женщин, которые могут рожать детей. Вы знаете, я думаю, что у нас в стране очень много женщин, которые могут и хотят рожать детей. Другое дело, я хочу заострить ваше внимание на том, что если раньше женщины в поле рожали и шли дальше собирать, так сказать, урожай, и рожали по 10-15 детей, смертность была, конечно, выше, медицинских услуг меньше было. Но, тем не менее, рожали более здоровых, и то поколение, в принципе, более здоровое. Почему? Как мне кажется. Если мы возьмем качество продуктов питания, этот вопрос нужно поднимать на каждом углу и бить просто во все колокола, как мне кажется. Качество продуктов питания. Посмотрите, раньше были сетевые магазины 1-2, и магазины были шаговой доступности, которые были абсолютно независимы ни от кого, принадлежали местным в регионах, в каждом городе. Человек привозил, где-то покупал, так сказать, в местном бывшем колхозе, совхозе, где, в общем, выращивают продукты питания, продавал, мисков какое-то свежее, еще что-то. Сейчас магазина такого вы не найдете. Есть только стихийные какие-то рыночки сельскохозяйственные, куда местные производители привозят. Раз там в 7 утра, там в субботу или в воскресенье, вы можете купить продукты питания. Остальное все сетевики, все. Нет магазинов независимых. Пятерочка, Перекресток, Дикси, Шмикси и так далее. То есть, вы идете, покупаете продукты питания в сетевых магазинах. Качество продуктов питания уже не зависит вообще от цены. Вы можете пойти в любой магазин, более дорогой, и приобрести за большие деньги тот же самый некачественный абсолютно товар. В том смысле, как выращивают эти культуры, какое мясо вы кушаете, какое вы кушаете, все. Девочки едят с детства всю эту ахинею. В итоге она к 15, 16, 17 годам целым букетом женских заболеваний. Хотя казалось бы, откуда ему взяться. И сейчас, если вот посидеть, очень интересно, кстати, вот посидишь на женских форумах, если какой-то вопрос вот связанный именно с женщинами. Они там все рассказывают полностью о себе. Практически каждая пишет о том, что у нее целый букет заболеваний по гинекологии. Откуда они берутся? Генно-модифицированные продукты. Это мне так кажется, это мое такое понимание. Потому что продукты питания, если бы все было свеженько, если бы все было с огорода, так скажем, да, если все было вот местные производители и так далее, не было бы такого. Какие-то появились неизвестные болезни. Онкология шкалит просто вообще. И гинекологические заболевания это страшно. Раньше 15 детей. Сейчас одного ребенка, чтобы она выносила, чтобы там все прикрепилось куда надо, чтобы она выносила, чтобы родила, по родовым путям прошел, развился нормальный плод и так далее. Так еще букет заболеваний. Он еще в утробе у него уже диагностируют заболевания. Он родится и уже, значит, какие-то врожденные заболевания, которых раньше с роду не знали. Откуда это все берется? Почему девочка, женщина, даже одного ребенка уже сейчас с трудом может выносить? Я думаю, что нужно обратить взор на качество продуктов питания. Чем питается человек? Это первое. Второе. Значит, опять я возвращаюсь к тем же баранам. Второе. Это поддержка молодых семей. И не только молодых. Я имею в виду в принципе решившихся рожать ребенка. Вы понимаете, в чем дело? Если обеспечить жильем, значит, достойной заработной платой. Если обеспечить тем, чтобы женщина понимала, что и семья, бывает женщина одна, без мужчины или семья, неважно. Что после рождения ребенка будет поддержка и так далее. А сейчас никакой поддержки. Материнский капитал. Ну используйте вы его полмиллиона рублей в улучшение жилищных условий. В каких жилищных условиях? Квартиры стоят. Сейчас миграция страшная. Из маленьких городов съеду в большие города. Потому что работы в маленьких городах вообще нет. В больших городах зарплата тоже не ахти. 30-40 тысяч в региональных центрах. В Москве, ну повыше пусть будет там. И в итоге женщина, когда или не женщина, там семья приезжает, устраивается на работу. Нужно оплачивать жилье. Жилье, так сказать, съемное, как правило, и так далее. Ипотека неподъемная. Если берут ипотеку, это вообще кабала страшная. Постоянный стресс. Это бьет по мужчинам. Мужские заболевания развиваются на фоне стресса больше всего. Ранний инфаркт, инсульт. Почему говорят инфаркт, инсульт, помолодели 40 лет. Так вот именно поэтому. Потому что все едут в региональные центры, где можно хоть маленько заработать. Хоть чуть-чуть побольше. Где есть медицина, какая-то доступность. В маленьких городах уже. Я имею ввиду там 100-300 тысяч. А таких городов очень много. Уже медиков половины нет. Специалистов. Они либо приезжают из больших городов, либо люди уже туда ездят. И в итоге мужчина в постоянном стрессе. Нужно обеспечивать семью. Кормить семью. Ипотеку платить. Одно платить. Второе платить. Кредит платить. Это платить. Он к 40 годам уже все. Он его, значит, на гору несут. Поэтому здесь целый ворох и клубок проблем. Поэтому в первую очередь нельзя такое говорить, что у нас идет снижение численности населения на миллион двести за четыре года. Потому что у нас мало женщин, которые могут рожать детей. Так они почему? Это есть в этом доле истины. Что у нас много женщин. Много женщин, которые не могут, я бы так сказал, родить. В силу того, что вы их пичкаете вот этой херней, которую вы продаете с продукта, с этих прилавков, с этих магазинов. И потому что нет абсолютно, кроме... Вот Песков говорит, смотрите. Значит, при этом Песков подчеркивает, что если бы власть не реализовали нынешние демографические меры, ситуация была бы намного хуже. Да, действительно. Материнический капитал это очень хорошая мера поддержки. Я что хотел сказать, что из головы улетело. В региональных центрах вот припережает семья, квартира стоит приличное денег. Эти пятьсот тысяч, они никому не уперлись. Да, это, конечно, хорошая подспорья. Но это не решает проблему в целом. Если нет, там, родители с каких-то сторон, там еще кто бы помог. Молодая семья раньше вот устраивался на работу. Опять-таки, вспоминая советское время, хоть и много было плохого. Устраиваться на работу, давали квартиру. Ну, давали же эту квартиру. А пусть однокомнатную, пусть сначала комнату в общежитии. Но люди не оставались на улице. Она знала, что она замужем за ним. Он устроился на работу на предприятие. И у них пусть, но есть, например, комната в общежитии. Потом однокомнатная, например, квартира. Понимаете, в чем дело? И она была спокойна, что есть, что для женщины самое первое нужно, чтобы вообще задуматься о том, чтобы родить ребенка спокойно. Для женщины самое главное, на самом деле, в этот период, это спокойствие. Это стабильность. И это понимание того, что завтра все будет в порядке. Иначе будет постоянный стресс, который скажется на ее здоровье, здоровье ребенка. И ничего хорошего из этого не выйдет. Это жилье. Это первая основа. Это жилье. Чтобы она понимала, что есть куда прийти, лечь, так сказать, там и так далее. Второе, это маломальски хоть какая-то заработная плата, которая позволит жить, так сказать, выживать там или как угодно. Но решать какие-то вопросы по мере их поступления. Но, тем не менее, крыша над головой. Так сейчас попробуйте квартиру купить и без апотеки. Если у вас нет помощи родителей, если вы там не создали какую-то свою компанию или так далее. Цены же просто бешеные. Отрыв, разрыв между заработной платой и стоимостью жилья, он фантастический абсолютно. Вот берите ипотеку. Закредитованность населения страшная. В итоге вот этот водоворот всего. Понимаете, поэтому когда говорят, что сделали поддержку. Вот была пандемия. Сказали, значит, детям поможем. Вот эти по 5 тысяч выплачивали, по 10 тысяч на ребенка. До 3 лет, от 3 до 7 или до 16, не помню. Значит, так сколько в итоге? Сами ужаснулись. Я имею в виду, да, ужаснулись, что там свыше 3 миллионов, что ли, если я не ошибаюсь. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Значит, заявок было подано. То есть, они обалдели. Обалдели там, помните, тогда, когда нужно было, когда объявили об этом, в этот день сайт положили, где, значит, можно, по-моему, пенсионный фонд, где можно было оформлять соответствующий выплат. Вот 5 или 10 тысяч. Это молодые семьи, вот, пожалуйста, вам. Так почему же они так активно ринулись? Потому что для них это охренительная поддержка. Теперь возьмите 5 тысяч, идите в магазин. Любой магазин сетевой. И купите на это 5 тысяч. Вы увидите, что сколько вы купили. Вот 5 тысяч вы потратите. На сколько времени вам хватит этих продуктов питания. Поэтому говорить, что женщин мало, которые хотят рожать, это, я считаю, что так абсолютно некорректно. У нас много женщин, которые не могут родить в силу, еще раз скажу, здоровья, первое, а второе, в силу того, что они просто не хотят этого делать в этой стране. К сожалению, я могу сказать эту фразу, потому что они не понимают, кто их поддержит и как вообще это делается. Потому что мер поддержки нет никаких. Это чудовище, но это так. А потом мы такие сообщения получаем, что ребенок 3 года, мать ходит 3 месяца, чтобы его госпитализировали, и в итоге ребенок умер. Вот после этого кто не захочет рожать идти? С вами был Будда Гришна, ребят. Подписывайтесь на основной канал Будда Гришна. Подписывайтесь на канал о саморазвитии Будда Гришна Лайф. Добро пожаловать на мой инстаграм. Подписывайтесь на него. Значит, берегите себя. Всем пока. До встречи.